Здравствуйте! В эфире программа Управдома. Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Говорим о каких-то глобальных вещах, но и в то же время о практических вещах, которые интересуют многих комитетов. У нас в студии сейчас Сергей Васильевич Масленков, заместитель генерального директора группы компании Юза. Не дали в общем разрешение? Что опять делать? Не дали разрешение. Четыре процесса прошло в арбитражном суде. По двум процессам положительное решение было в пользу компании Юза. По двум Юзе было отказано. Была поддержана позиция Департамента культуры и градостроительства. В арбитраже? В арбитраже. Ух ты! Соответственно, что наша компания будет подавать апелляцию по проигранным делам. Ну и предполагаем, что Департамент культуры тоже будет, тем более у нас есть уже практика предыдущих судебных процессов, тоже будут они оспаривать в апелляции. Ну и скорее всего, Соломоновое решение будет принято уже в Тюмени, в Кассации. В Кассации? Да, где-то по срокам, если смотреть, ноябрь-декабрь 2015 года. Ясно. То есть вот этот микрорайон у нас не увидит пока газа полгода, как минимум. Да. Печально, но все-таки будем рассказывать об этом. Это отдельная история. У нас очень многие критикуют у нас программу о том, что мы не задаем вам острых вопросов. Вот сегодня у нас как раз программа этому посвящена. Давайте посмотрим первый материал и начнем отвечать. Антонова Галина Николаевна, улица 2-я Красная Звезда, Порт-Артур. Я квартальный и могу подтвердить за многие дома, что в управдоме представитель ЮЗы говорит ложь и неправду. ЮЗа проводила у нас в Порт-Артуре газификацию. Наружная разводка 58 тысяч рублей, а всего с дома 130-140 тысяч рублей. Весь Порт-Артур возмущен этой ложью. И мы требуем, чтобы вы, Владимир Борисович, встретились с нами. И если вы проигнорируете нашу просьбу, то мы обратимся в программу «Момент истину». Надоела эта ложь с экрана телевизора. У нас есть много заснятого материала о нарушении строительства наружного газопровода. ЮЗа проводила работы ночью 7.08.2015. Мы боимся за свою безопасность. Вот по первому материалу, Сергей Васильевич, что ли? Значит, ну вот данный вопрос можно разбить на два подвопроса. Первый вопрос, она, значит, говорит о том, что компания обманывает, называя стоимость подключения 25 тысяч. Значит, во-первых, на данном массиве мы еще ни одного гражданина не подключили в принципе. То есть вас там нет? Нас там нет. У нас там построен газопровод среднего давления, и нет ни одного абонента, который к нему был бы подключен. Ни за 58 тысяч, ни за 25, ни за какую сумму. То есть вас путают? Поэтому да, просто человек говорит абсолютно те вещи, которые сегодня нельзя никаким образом обсуждать. Другая компания, да? Ну я думаю, что будет разбираться. У вас там разрешения нет, как я понимаю, да? У нас есть разрешение на строительство газопровода среднего давления, но нет разрешения на строительство газопроводов подвозящих. То есть советуем нашей телезрительнице разобраться все-таки, в документе посмотреть, какая компания ей подключила. Вы еще не подключали? Да. Давайте тогда следующий вопрос посмотрим. Второй подвопрос у нее идет о том, что газопровод строится с грубыми нарушениями. Ваш? Наш. Есть факты строительства в ночное время. Вот она пишет, что 7 августа строили ночью. Ну, во-первых, не ночью, а вечернее время. И в строительстве есть такие технологические процессы, которые остановить нельзя. То есть если навигатор сделал прокол, уже пилот у него прошел, и он ведет протяжку трубы, соответственно, эту операцию нужно выполнить. И закончится она в 9 вечера или в 11 вечера. Здесь уже от нас как бы не зависит. Мы заложники данного процесса. Работа была выполнена. Вечернее время закончено. И нарушений никаких нет. А то, что сам газопровод строится с нарушениями, ну, здесь мнение человека, который является дилетантом, оно, как бы, его и критиковать-то смысла нет. Газопровод строится в соответствии с проектной документацией на основании разрешения на строительство, полученного в Департаменте архитектуры. Газопровод, само строительство зарегистрировано в ГАСНИ, и ГАСН контролирует само строительство. На сегодняшний день этот газопровод, строительство завершено. Есть акт рабочей комиссии о приемке этого газопровода. И ГАСН тоже завершил свою проверку и сделали заключение, что газопровод построен в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Нарушений никаких не выявлено. И за сколько вы, если там будут все разрешения получены, за сколько вы будете подводить там газ? За 25 тысяч. За 25 тысяч. Вот, то есть, если больше 25 тысяч, уважаемые телезрители, уважаемые жители Порт-Артуры, идите и разбирайтесь, какой вы фирмой подписали договор. Совершенно верно. Давайте посмотрим следующий вопрос и будем отвечать. Коробченко Ирина Васильевна, Азовский район, село Круч, улица Восточная, 16. Юза проложила газовую трубу по улице в доме «Все сделано». Теперь с марта месяца нам не разрешают подключиться к трубе по причине того, что Юза и Облгаз судятся. Кому подключать? Судебные заседания? Все переносится, а мы сидим без газа. Хотелось бы знать, когда это закончится и нам подключат газ. Значит, на этот вопрос мы можем сегодня... Это по какому? Это у нас Азовский район, село Круч. Мы можем поздравить сегодня жителей данного села. Газопровод, он был введен в эксплуатацию у нас еще не в марте, а в ноябре месяце. Значит, но газ в него пустили в августе месяце. И все... Не по независимым от вас причинам. От нас причинам, да. И сегодня там в рабочем порядке присоединяются все те абоненты, которые заключили с нами договора, и у которых готовы мы трямки. По какой цене? Здесь у нас 37 тысяч. 37 тысяч. Да. Вот опять же, если кто-то что-то предлагает, это опять не Юза, это другая фирма, смотрите внимательно документы. Давайте посмотрим следующий материал. Ильишенко Галина Николаевна, 4-я Марьяновская. Когда у нас было решено проводить газ, мы выбрали мультигаз. Перед тем, как выбрать мультигаз, мы ездили на Северные и на 14-ю линию, где газификацию проводила Юза. Там нам сказали, что собственники заплатили по 180-200 тысяч рублей. И мы заплатили мультигазу по 130 тысяч рублей. Зачем это вранье с экрана телевизора? По 25 тысяч рублей. Юза строят с большими нарушениями. И документы у них не все есть. Значит, Галина Николаевна утверждает, что они перед тем, как принять решение заключить договора с мультигазом, ездили на микрорайон Северный, на линии. И якобы у кого-то там нашли финансовые документы, подтверждающие, что стоимость подключения к газопроводу компании Юза производилась по 180-200 тысяч рублей. Мы бы просили уточнить конкретные адреса и сделать выездную передачу. И просто заснять те документы, которые подтвердят или опровергнут данную информацию. У меня есть жесткие сомнения, что это не Юза была. У нас таких договоров в принципе быть не может с гражданами. В общем, уважаемая телезрительница, телефон вы уже наш знаете, адрес знаете. Давайте обращайтесь, поедем и разберемся, чтобы не было голословно, чтобы мы видели, какая компания по 200 тысяч подключает. Правильно? Правильно. 200 тысяч. Давайте посмотрим следующий вопрос. Лаврова Валентина Леонидовна, Черлак, улица Пионерская. В вашей программе Управдом, уважаемый Владимир Борисович, представитель от Юзы говорит неправду. У нас в поселке Юза проводится газификация по 170 тысяч рублей. И это еще не все. Нужно доплачивать. И еще подводили газ в двухквартирный дом. Провели один стояк. А мы заплатили, как за два стояка. Значит, поселок Черлак. Уважаемая Валентина Леонидовна, мы посмотрели... Мы были в Черлаке с вами. ...нашу базу клиентов. Вы не являетесь нашим абонентом. И договорных отношений у нас в принципе с вами нет. Поэтому как вы можете говорить о том, что мы газифицируем в Черлаке по 170 тысяч рублей? Вот ваши соседи, проживающие в квартире номер один, они являются нашими абонентами. Их квартира была газифицирована в 2013 году. Мы подняли все финансовые документы. Стоимость присоединения к газопроводу у них была оплачена 49 тысяч рублей. И стоимость внутренней системы газоснабжения, выполненная под ключ, 18 900 рублей. Поэтому... Откуда такая стоимость взяла? ...то же как бы... В общем, уважаемые телезрители, я уже вижу этот ворох вопросов. Вы когда подписываете... Вы смотрите, мы здесь не от имени всех газокомпаний выступаем. Мы сейчас общаемся с Юзой. И смотрите, кто подписывал документы. Какая компания, как она называется. Хватит путать уже. А то у нас администрацию округа, райсполкомом продолжают называть и все остальное. У нас уже компании. Вы же не можете прийти к продавцу картошки и сказать, я вот помидоры купил, давай-ка мне возвращай, они гнилые. Нет, вы четко знаете, что это продавец картошки, а не помидоров. Вот так и здесь. Это другая организация совершенно, это разные. Это вот у нас тоже так же на телевидении. Приезжало же телевидение, вы там возьмите у них. Понимаете? У людей компот в голове. При этом себя они активно разделяют. То есть вот где он работает, там это... Нет, мы этого не выполняем. Это другая организация. А то, что они могут спутать 12 канал с каким-то еще там незначительным каналом. И говорят, идите у них, спросите там, они к нам приезжали. То есть вот этот компот, киш-миш, надо заканчивать. Надо четко записывать, кто, откуда и когда. И адреса, и название. Тогда можно добиться чего-то и от власти, и от компании. Давайте посмотрим следующий вопрос. Ну, я думаю, что он перекликается с предыдущими. Харитонова Ирина Петровна, Пятая Амурская. В 2013 году нам подвели газ. Я заплатила 95 тысяч рублей. Потом слышу, что другие заплатили по 25 тысяч рублей. Почему такая разница и почему так дорого? Значит, здесь вообще ситуация очень интересная. Подписан вопрос Харитоновой Ирины Петровны. Якобы она проживает на Пятой Амурской, 85. Мы посмотрели, такого абонента нет у компании Юза. Договора с ней не заключались. Газификацию на данный адрес мы не проводили. Но созвонились по телефону, указанному в данном вопросе. Оказалось, что это телефон компании Мультигаз Плюс. То есть это просто провокационный вопрос конкурирующей компании. Ну, забавно, в общем, поступили. Вы говорите о Мультигазе, да? Ну, в общем-то, это такая немножко детская уловка. Мы ее сразу можем раскрыть у нас на программе. То есть все открыто, все естественно и ясно. Ну, давайте посмотрим следующий вопрос. Насмешили тут немножко меня. Сердюкова Светлана Николаевна, 25-я Северная, 40-я. Юза проводила газ. Я ей заплатила 89 тысяч 500 рублей. Уважаемый Владимир Борисович, объясните, почему в Порт-Артуре проводят за 25 тысяч рублей, а на Северных за 90 тысяч рублей? Вообще нигде меньше 65 тысяч рублей не проводят газ. Это что, пиар? Светлана Николаевна, значит, на массиве Северной строительство газопроводов проводилось в 2013 году. Все граждане, которые заключили договор и участвовали в период строительства с компанией Юза, стоимость присоединения у них была 59 тысяч рублей. И сразу оговаривалось и на собраниях, и в договоре прописано, что если вы будете присоединяться к уже построенному газопроводу, то стоимость работ, соответственно, будет выше. Потому что, во-первых, деньги вкладывались приличное время назад. Во-вторых, одно дело выполнять работы в процессе общего строительства, и другое дело для специально вас разработать проект, приехать специально организации, спецтехнику пригнать, открыть траншею и для вас сделать врезку. Поэтому у вас стоимость присоединения на 30 тысяч дороже. Тут как бы все нормально. Мы всегда об этом честно говорим, и все должны знать. В общем, когда человек проспал, когда упирался, говорил, мне не нужно, зачем они мне нужны, а потом вдруг опомнился, все-таки дороже. Конечно, дороже. Ну, это так и в жизни. Светлана Николаевна еще сравнивает стоимость присоединения в Порт-Артуре и на Северных. Мы тоже в предыдущих передачах эту тему уже говорили. В Порт-Артуре сама магистраль высокого давления была построена за бюджетные деньги. Она прошла через весь Порт-Артур. Там 150 миллионов рублей заплатила область за строительство данной магистрали. Государство. Государство заплатило. На улицах Северных газопровод подводящий строила компания Юза. Многокилометровый газопровод высокого давления был построен. Сотни миллионов рублей было заплачено. Соответственно, мы не можем на таких же условиях присоединять граждан к этому газопроводу. Поэтому в Порт-Артуре 25 тысяч, а на Северных 59 тысяч в период строительства. Опять же, еще раз я повторяюсь, если в какой-то степени вы пропустили инициативу по созданию, скажем так, инициативной опять же группы по проведению газа, подзапоздали с оформлением документов. Ну, за это приходится расплачиваться за свою косность, за то, что не динамично развивается. Давайте посмотрим следующий вопрос. Ермаков Руслан Валерьевич, ООО «Титан ВТ». Предлагаю трубы для газификации по оптовой цене 25 тысяч рублей за тонну. На данный момент по городу цена одной тонны 36 тысяч рублей. Если это возможно, передайте, пожалуйста, это Юзи. Спасибо. Спасибо Руслану Валерьевичу за такое коммерческое предложение привлекательное. Мы вашу информацию передали в отдел торговли, они вам свяжутся. Если действительно цена, по которой торгует «Титан ВТ» настолько ниже рыночной, мы заключим договор и купим у них данные трубы. То есть есть такая возможность? Конечно, есть. Спасибо большое. Вот это дельное предложение. Давайте посмотрим еще следующий вопрос. Колесникова Наталья Михайловна, Симашка 114. Юзаинвест проводила газификацию на нашей улице. Возле моего дома установили газгольдер. 4 метра от дома и 1 метр от забора. Это нарушение всех норм и правил. Там, где забор, мы планировали сделать ворота, для того, чтобы можно было подъехать на машине. А теперь невозможно подъехать к своему дому. В разрешении, которое им выдали, указана совсем другая улица, где они должны были установить газгольдер. И прописано, что только в этих границах можно установить газгольдер. Была на приеме у гендиректора Юзы с жалобой. Он ответил, где хочу, там и ставлю. Хоть на крыше дома. А сейчас по нашей улице прокладывают газовую трубу облгаз. У них с Юзой спорные вопросы. Поделить не могут нашу улицу. Когда прекратится этот беспредел? Наталья Михайловна, значит, вы возмущаетесь, что компания Юза поставила только здесь не газгольдер, а ГРПШ недалеко от вашего дома. И сделал это в нарушении всех законов. Так вот, еще раз повторюсь, что газопровод по улице Семашка в том числе строился в соответствии с решительными документами, полученными в Департаменте архитектуры и градостроительства. И данный объект размещен не у вас в огороде, а размещен на муниципальной земле, на что было дано право нашей компании. Более того, мы для того, чтобы строить этот газопровод, взяли в аренду сами земельные участки. Там в общей сложности у нас порядка полутора миллионов рублей мы платим за аренду земли, чтобы построить этот объект. Поэтому строим его на законных основаниях, не нарушая никакие правила. Следующий вопрос у нас здесь динамичный сейчас развивается ситуация. Давайте посмотрим. Смашнов Александр Александрович. Дружино. Александровская усадьба. Улица Уютная, дом 4. Когда будет газификация в поселке Александровская усадьба? Анатолий Александрович, я понимаю, что в дружинском поселении в Александровской усадьбе много лет уже ждут газ, но, к сожалению, вы связались не с теми людьми, и поэтому то, что было сделано задолго до настоящего времени, было сделано напрасно. Газопровод был построен, затем он не был введен в эксплуатацию. Кем-то? Кем-то. Он был демонтирован. В настоящий момент действительно заключен договор с нашей организацией. Мы заканчиваем работу по получению как раз решительных документов для того, чтобы строить ваш газопровод. Но там есть особенность. Для того, чтобы к вам подвезти газ, нужно пройти по федеральным землям. И вот сегодня ждем последнее письмо, направленное, получить согласование на добросы имущества, и мы тогда уже выйдем за разрешением на строительство в Дружинское поселение и будем строить газопровод. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Следующий вопрос. Сорокин Владимир Иванович. Называевск. Улица Рабочая. У нас в городе несколько улиц газифицировала Юза. Потом ее выдавили из города. И пришла на смену организация Омск. Газ. Строй. Эксплуатация. И сказали платить больше 100 тысяч рублей. А у Юзы было наполовину меньше. Многие не смогли оплатить и не стали подводить газ. А на тех, кто не хотел подвезти газ, оказывали давление и шантажировали тем, что газа на всех не хватит. И так далее. Кто согласился, им установили газ вообще за 130-150 тысяч рублей. Уважаемый Владимир Иванович, спасибо, что вы нас поддерживаете. Мы, конечно, с большим сожалению уходили из Называевска. И вот сегодня как раз ситуация повернулась таким образом, что нам пришлось зарегистрировать свое ГРО. И в большинстве районов мы уже забрали сети на эксплуатацию, для того, чтобы вот таких прецедентов и не было. Поэтому, может, мы в ближайшем времени откроем свой участок в Называевке и будем также по гораздо нижней цене, чем Омск. Газ. Эксплуатация, присоединять вас к системам газоснабжения. К сожалению, так развивалась ситуация, не зависящая от вас. Не от нас, конечно, зависит. Давайте посмотрим еще один вопрос и продолжим наши ответы. Филимин Динов Николай Алексеевич. Крутая горка, деревня Илька, улица Зеленая, 28. Когда проводили у нас газ, то первые 60 домов не платили вообще. А нас заставили платить за свой отрезок трубы. Мы платили за эксплуатацию, надзор и ремонт трубы. Платили от 2,5 тысяч рублей до 8 тысяч рублей в год. Почему так? Одним бесплатно, а другие должны делать все за свой счет. Николай Алексеевич, вы проживаете в сельской местности. И, по-видимому, газопровод в Ильинке строился по программе Министерства сельского хозяйства. Поэтому те граждане, опять же, кто участвовали в этой программе, им газопровод был построен за бюджетные деньги. А если вы в то время не смогли по какой-то причине принять свое участие, то теперь присоединяйтесь, соответственно, за ту сумму, которую вам определяет ГРО. Вот 60 тысяч вам они выставляют, ну, наверное, это справедливо. Вас там нет? Нас там нет, это не наш объект. Вы просто консультируете, рассказываете. Давайте посмотрим следующий вопрос. Томичев Михаил Васильевич, 19 Амурская, 36, дробь 10. Наш дом на два хозяина, адрес один. Юза подвела газовые трубы, и мы оба хозяина должны заплатить 60 тысяч рублей. Почему? У нас один стояк, только котлы разные. Значит, вопрос задают, кстати, его часто задают на собраниях, почему к многоквартирному дому, двух, трех, четырехквартирному дому ставится один надземный вывод, а берется за присоединение с каждого собственника квартиры. Ну, во-первых, основная стоимость в данной услуге это не вот этот надземный вывод, элемент, который составляет там какую-то тысячную от стоимости всей газотранспортной системы. И заключая договор на присоединение, человек, в принципе-то, получает право на транспортировку по всей магистрали того объема газа, который необходим для газификации домовладения, как на отопление, так и на горячее водоснабжение и на пищеприготовление. И если она на данном массиве для всех разработана, вот в Амурском поселке там 60 тысяч рублей, неважно, двухквартирный дом, трехквартирный дом, каждый будет платить по 60 тысяч рублей за присоединение к магистрали. Опять же, это от вас не зависит. Это от нас не зависит. Ну и у нас еще один, самый последний вопрос. Мы сегодня такая у нас блиц, блиц, блиц марафон, так получился. Давайте еще один вопрос последний и ответ на него от Сергея Васильевича. Виталий Александрович, 13 июня 2015 года. Добрый день. В поселках Новотроицке и Новоомске начались подготовительные действия к будущему газоснабжению этих поселений. Проведены сходы жителей поселений, будущие компании по строительству системы газоснабжения, собраны копии документов и так далее. Мы смотрим ваши передачи о положении дел с обманутыми людьми в Амурском поселке и сильно переживаем о том, чтобы у нас таких проблем не возникало. Нам понравился показанный вашей передачей опыт газоснабжения поселка Черлак. Я лично присутствовал на собрании в поселке Новоомске и после этого был в компании Юза. Вопросов больше, чем ответов. Не могли бы вы, Владимир Борисович, приехать нам в поселение и сделать репортаж о будущем газоснабжении только лишь по одной причине. Дело в том, что о этих грандиозных планах властей Омского района на их официальном сайте ни слова, ни полслова, ничего не сообщается. Это в наше время пиара, где любой маломальский пустяк раздувается до вселенских масштабов. Уверен, там есть о чем поговорить и с людьми, и с муниципальными чиновниками. Ну вот Виталий Александрович задает вопрос. Я так понимаю, он маленько ошибся в названиях поселков Омского района. Он задает вопрос о Новотроицком и Новоомском поселках. Но они находятся в разных частях Омского района. Я так подозреваю, что здесь не Новотроицкий, а Троицкий и Новоомский соседние поселения. Здесь ситуация таким образом развивается. Да, действительно, многократно приходили к вам те или иные представители разных организаций, предлагали вам газифицировать ваше поселение. С жителей Новоомского я знаю, что собирались деньги даже на проект, которые были каким-то образом не реализованы, деньги были потеряны. Но вот что происходило в 2015 году, мы можем прокомментировать. Мы встречались с руководством Омского района, встречались с руководством Троицкого сельского поселения. И как раз давали свое предложение встретиться с населением. Если оно одобрит и будет составлен протокол общего собрания о том, что они хотят газифицироваться через компанию Юза, мы им предлагали стоимость присоединения к газопроводу 79 тысяч рублей. Опять же, скажу, что нужно будет строить газопровод, перебрасывая газ с права берега Иртыша на левый, проходя под ригой Иртыш. Это дорогостоящие мероприятия. Очень дорогостоящие. Что для этого нужно? Нужно технические условия от гастроэксплуатации. Газопроводу присоединиться в районе Порта Артура. Нужно выполнение Департаментом архитектуры и градостроительства работы по межеванию и постановке на учет улиц в городе Омске на левом берегу, чтобы подойти. И вот протокол общего собрания жителей. Если все это срастется, мы готовы в 2016 году привести газ к этим двум сельским поселениям. То есть Новоомский и Троицкий, пожалуйста, проводите собрания, можете обращаться к нам, мы приедем на эти собрания, пригласим туда ЮЗУ, правильно? Да. И будем с вами вместе обсуждать этот вопрос. В принципе, это намного дешевле, чем те, кто вам предлагал, те, кто уже у вас исчез, те, кто вас кинул. ЮЗА – это реальная компания, которая сегодня работает на территории региона и подводит газ. У нас есть видеоматериал по выступлениям в поселке Троицкий, где наши конкуренты не предлагали, а утверждали, что к 1 сентября будет подведен газопровод и будет пущен газ в поселке Троицкий. И я на том собрании говорил, что если данное действие состоится, то я готов профинансировать салют в честь такого знаменательного события. Ну вот, сегодня уже середина сентября, газопровод не то что не построен, он даже еще не запроектирован, поэтому салют не состоялся. Эти ребята были из другого региона, да? Ну, они в Омске присутствуют в виде организации, которая предоставляет теплоснабжение, берет в аренду котельную. Газу никакого отношения не имело до сегодняшнего дня. Ясно, ну в общем печально эти все вещи. Давайте, Новоомский и Троицкий, хотите подвезти газ, вот обращайтесь, телефон нашей редакции, мы вас переадресуем ЮЗИ, будем вместе договариваться, заснимем это все, чтобы потом было предметно, кому как обращались, как это все происходило. Я хочу поблагодарить Сергея Васильевича Масленкова, заместителя генерального директора группы компании ЮЗИ, за то, что пришли к нам на программу. И откровенно все рассказали, ответили на вопросы телезрителей, которые накопились в большинстве своем, эти вопросы абсолютно не к ЮЗИ, как я и ожидал, а к другим компаниям, которые вас обманули, кинули, нагрели на вас деньги. Запоминайте, с кем имеете дело, записывайте, ну и обращайтесь в нашу программу, уточняйте, что делаете. Ну, а на этом программа Управдом закончена, всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok